Сегодня мы отправляемся в путешествие по гигантским мегапроектам Китая, которые изменили нацию, заставив нас всех задаться вопросом, были ли они тайно осуществлены, соревнуясь с великанами из сказок. Так что держись крепче и приготовься удивляться. Но прежде чем мы покажем молодежные проекты, обязательно подпишитесь на канал 2Machine.i. В настоящее время подписаны только 5% наших зрителей, помогите нам довести это число до 10%. Большое вам всем спасибо. Мост Бэйпанцзян – самый высокооплачиваемый из мостов. Он такой высокий, что даже золотые ворота в Сан-Франциско говорят «Эй, подержите мой трос». При ошеломляющем перепаде высот в 565 метров, этот мост ставит небоскребы в позорное положение. Под ним можно было бы разместить практически весь Эмпайр Стейт Билдинг, и при этом оставалось бы место для взлета гигантского реактивного самолета. Мост Бэйпанцзян не только соединяет горные провинции Сюаньвэй и Шуйчэн, но и превращает 4-часовое путешествие в мгновение ока. Это большой опыт, и давайте не будем забывать о захватывающих двух видах, открывающихся с моста. Иногда ты забираешься так высоко, что практически проезжаешь сквозь облака и туман. Поговорим о райских поездках на работу. Но подожди, это еще не все. Провинция Гуйчжоу, где проживает это чудо инженерной мысли, похоже, питает слабость к высоким мостам. Три из пяти самых высоких мостов в мире находятся прямо здесь. Они словно соревнуются в том, кто сможет взобраться на самую высокую вершину. Строительство таких колоссальных мостов сопряжено не без трудностей. Архитекторам приходилось поднимать мост все выше и выше, чтобы избежать пещер и трещин в этих надоедливых карстовых горах. Это похоже на реальную игру в подвешенное состояние, но вместо того, чтобы изгибаться назад, мост поднимается все выше и выше. А теперь давай не будем путать самый высокий с самым высоким. Мост Бэйпанзян может быть удостоен короны за то, что он самый высокий, но титул самого высокого достается к виадуку Мии во Франции. Все дело в том, какая высота палубы соответствует общей конструкции. Но и Китай не останавливается только на мостах. Они также уходят глубоко-глубоко под землю с помощью массивных подводных туннелей. Это целый мир, где высота достигает головокружительных высот, а туннели переносят вас в водное приключение. Китай действительно знает, как поднять строительство на новые глубины и высоты. И все это вызывает у нас благоговейный трепет. А теперь давайте познакомимся с еще одним мегапроектом в Китае, туннелем Тайху. Для реализации этого беспрецедентно масштабного проекта китайским инженерам потребовалось 4 года и десятки миллиардов долларов, чтобы проникнуть через озеро Тайху по обоим берегам и построить самый длинный, широкий подводный туннель в Китае. Ты можешь пересечь озеро Тайху всего за 8 минут. Вместо того, чтобы портить живописную красоту скучным мостом, Китай решил воспользоваться маршрутом подземного экспресса. Этот туннель длиной почти 11 километров похож на секретное шоссе, что делает его одним из самых длинных туннелей в мире. Подвинься поближе. В Китае есть решение проблемы пробок в туннелях. В то время как мост Байпанцзян беспокоится о погодных условиях, этот подводный туннель остается таким же крутым, как огурец. За исключением потенциальной опасности того, что водители съедут с дороги по такой прямой дороге, чтобы они не скучали, по всему пути следования расставлены тысячи светодиодных фонарей, превращающих путешествие в ослепительное световое шоу. Это похоже на дискотеку для водителей за вычетом танцпола. Существует множество способов строительства подземных туннелей. При строительстве туннеля под Ла-Маншем между Францией и Англией был применен подход копать под слоем воды. Однако в случае туннеля Тай-Ху, они решили откачать воду с помощью кофердамов, создав сухую строительную площадку. В целях сохранения секретности вентиляционные шахты были искусно замаскированы по ту сторону озера. Одна из них похожа на скрытый остров, другая на статую в форме раковины, а одна даже притворяется древней лодкой. Это все равно, что играть в прятки с инженерными секретами. Так вот, каким бы впечатляющим ни был туннель Тай-Ху, это не самый длинный автомобильный туннель в мире. Эта честь достается туннелю Лёрдль в Норвегии. Но держитесь крепче за свои каски, потому что Китай нацелен на то, чтобы побить все рекорды. Они планируют построить умопомрачительный железнодорожный туннель протяженностью 105,25 километра между Янтаем и Далином, по сравнению с которым другие туннели будут выглядеть просто кротовьими норами. Все это является частью китайской тихой революции в области высокоскоростных железных дорог. Они прямо как супергерои транспорта. Так что пристегнись, приготовься к подводному приключению и присоединяйся к Китаю в его удивительном инженерном путешествии. Начиная со слепительного освещения и заканчивая скрытой вентиляцией, они превращают туннели в произведения искусства. И кто знает, может быть в один прекрасный день они построят туннель, который приведет вас прямо на Луну. Хорошо, может быть и нет, но они определенно добьются многого благодаря своей революции в области высокоскоростных железных дорог. Все это является частью тихой революции в области высокоскоростных железных дорог в Китае, что подводит нас к нашей следующей теме. Так что приготовьтесь к тому, что вы будете поражены мощной сетью высокоскоростных железных дорог Китая, где поезда переходят на новый уровень и за его пределы. Они не просто бьют рекорды, они разбивают их в дребезги, как скоростной поезд, проносящийся сквозь знак ограничения скорости. За 45 минут их скоростной поезд преодолевает колоссальные 200 километров между Ханчжоу и Шанхаем. Позже на телепортацию, но с дополнительным пространством для ног и тележкой с закусками. И держись крепче за свои билеты на поезд, потому что всего за 8 часов они превратили изнурительное 24-часовое путешествие из Пекина в Гуанчжоу в легкую поездку. Это похоже на путешествие во времени, за исключением того, что ты прибываешь в пункт назначения еще до того, как закончишь смотреть фильм. Революция в области высокоскоростных железных дорог в Китае – это не шутка. С 2009 года они проложили ошеломляющую трассу протяженностью 38 тысяч километров, достаточную для того, чтобы почти полностью обогнуть земной шар. Они похожи на гигантскую кошку, играющую с клубком пряжи, только вместо пряжи у нее стальные гусеницы, а вместо кошки целая страна. Они настоящие железнодорожные маньяки, выполняющие задания. Но Китай на этом не останавливается. Они строят железнодорожные линии для городов, которые еще даже не были построены. Они словно играют в игру «Построй это». И они придут, совсем как те умные европейские колонизаторы, у которых были готовы железнодорожные линии для городов, которые были всего лишь плодом их воображения. Китай находится на опережении в этой игре, он всегда на шаг впереди нас. И угадай, что именно. В Китае главное – это не только скорость и эффективность работы. Они еще и увлекаются футуристическими приключениями. Представь себе вот что. Скоростной поезд мчится вперед, перевозя пассажиров, и все это без машиниста. Совершенно верно, их скоростной поезд «Фуксин» вошел в историю как первое в мире чудо на рельсах без водителя. Все дело в инновациях, мой друг. Конечно, Япония, возможно, и завоевала титул самого быстрого скоростного поезда, но когда дело доходит до размеров и масштабов, безраздельно властвует Китай. Они играют в собственной лиге по строительству высокоскоростных железнодорожных путей в экстремальных климатических условиях, таких как знойная пустыня Гоби и ледяная страна чудес Харбина. Они похожи на супергероев железнодорожного транспорта, покоряющих местности, к которым другие не осмелились бы прикоснуться. Но подожди, это еще не все. Китай не просто производит революцию в области железнодорожного транспорта, он даже отправляется в космос. Шаг за шагом они оставляют свой след в космической гонке. Подвинься поближе, США и Россия, Китай тянутся к звездам, преодолевая одну верху за другой. Они похожи на космическую тройную угрозу, завоевывающую Землю, железные дороги и космос. Приготовься исследовать дурацкий мир радиотелескопов, в котором Китай стал большим, действительно большим, благодаря своему созданию не от мира сего. Представь себе вот что, Нан Рёнденг, дальновидный астроном, посмотрел на крошечные 25-метровые телескопы в Китае и сказал, нет, давай сделаем их в 20 раз больше. Это все равно, что перейти от увеличительного стекла к телескопу, который может обнаружить НЛО в другой галактике. В течение целых 10 лет Рёнденг и его команда искали повсюду идеальное место для установки своего мегателескопа. И где же они в итоге оказались? Впадина Даваданг в Пентанге представляет собой чешеобразную долину, которая может выдержать вес телескопа и осушить грунтовые воды. Такое ощущение, что они нашли Святой Грааль расположение телескопов, спрятанной на задних дворах неизвестно где. В 2016 году, после двух десятилетий планирования и строительства, строительство бегемота было завершено. Дамы и господа, взгляните на самый большой в мире телескоп, чудовище колоссального 5-сантиметрового диаметра. Он похож на гигантский алюминиевый блин, парящий в космосе и готовый поглощать радиоволны, как космический корабль. Так что пристегнись и отправляйся в дикое путешествие по космосу с помощью китайского мегарадиотелескопа. Это такой большой телескоп, что он мог бы одновременно служить посадочной площадкой для летающей тарелки. Огромное спасибо вам за то, что вы остались здесь и наблюдаете за нашим умопомрачительным путешествием по китайским мегапроектам. Если вы жаждете услышать еще больше эпических историй об инженерном величии, оставьте нам комментарий ниже и сообщите, каким мегапроектом вы хотите, чтобы мы занялись следующим. Мы похожи на жадных до проектов монстров, жаждущих ваших предложений. Приятного аппетита!